Друзья, привет! С вами Оксана. Удивлю вас сегодня своей автобиографией. Кто смотрит мои видео впервые, подумает, что за выскочка, откуда она вот это всё придумывает, рассказывает. Это история из моей реальной жизни. Я очень-очень люблю людей, люблю жизнь, люблю делиться опытом, который я получила от общения с очень большим количеством людей. И так мне пришлось в жизни переезжать много, как моя дочка маленькая писала в школе. Мой папа, он родился, вырос, там-там-там женился. А вот мама, она, наверное, из кочевых племён, потому что они с родителями очень часто переезжали. Итак, кому любопытно, оставайтесь со мной и продолжим. Я выросла в сельской местности, на свежем воздухе, свежем молочке, в фруктах, ягодах, ароматной домашней выпечке. Я думаю, это видно по моим рецептам кулинарным, если вы смотрите канал Оксана Халюжная. У родителей был выбор. Раньше, если вы знаете, помните такие времена, то квартиры не покупали, а их давали от работы. А вот у родителей был выбор остаться в селе и жить и в доме частном, с собаками, котами, огородами и так дальше. Либо переехать в трёхкомнатную квартиру, в областной центр, ну и там продолжить воспитание детей. Так вот, родители посоветовались и решили никуда не переезжать и оставаться, и расти детей своих на свежем воздухе. Какой от этого результат, друзья? Результатом являются наши с сестрой медицинские карточки. То, что дети до 20 лет, уже до взрослого возраста, не болели ни разу. Вы понимаете, никакими не ветрянками, не свинками, абсолютно ничем, хотя мама у нас медик. Исключением был случай, это травма в школе, меня толкнули. И в детском лагере, раньше мы на лето, на целый месяц уезжали в пионерский лагерь, перекупалась в местной речке, там на лодочках видно, и с температурой забрали домой. Всё, друзья. У кого есть дети, у меня вот есть ребёнок, то, боже, мы знаем все названия, таблеточек, капелек, сиропчиков. Ничего этого не было. Вот такая, друзья, приятная новость и положительный результат от выбора родителей. С самого маленького возраста меня всё вокруг радовало, всё восхищало, все явления природы. Есть такой сейчас модный анекдот в интернете ходит, что один из членов коллектива всегда всему радуется. Ну, что бы ни происходило, ему всё в радость. Вот. И коллеги говорят, давайте его утопим, этого оптимиста. А он говорит, ура, ура, купаться, я поныряю. Вот это про меня, купаться, поныряю, всё мне нравится и всё в радость. Так вот. Отвезли меня к бабушке с дедушкой, ну, Манюська годика 3-4. И как к бабушке в селе, там какие-то козы, куры, они занимаются, стаскивают это хозяйство вечером. И я, значит, вышла за двор, за ворота и решила прогуляться. Ну, как они думали, что с подружками или рядом. Знали бы они и уже не узнают, куда же меня понесло. Я посмотрела направо, на обычное село. Подружки уже все разбежались. Посмотрела налево. А там таких размеров солнца огромное, просто больше меня. И вот оно красное, красивое, уже садится. И оно садится за посадку. Я думаю, ну, да я посмотрю, что там происходит за этой посадкой, куда именно оно садится. Ну, и топаю своими маленькими ножками в лёгком сарафанчике. Смеркалось, как говорил Задорно. Уже прохладненько, свежо. Я, значит, топаю. Прошла в одну посадку. Оно не приблизилось, как куда тут солнце делалось. То есть оно всё так же само. Так же далеко, так же красивое, так же привлекательное. Ладно, иду. Уже поле, дорога, другая посадка. Прохожу. Ножки устали. Стало подмерзать уже. Пыльно под ногами, как сейчас помню. И я давай, значит, возвращаться. Потому что, ну, сколько же мне ещё идти. Оно от меня убегает. Это солнышко садится. Темнеет. Значит, столько же мне надо и возвращаться будет. Очень далеко. И таким образом пришла я к ужину. Никому ничего не сказала. Сама не поняла. Куда-то солнце от меня пряталось. В общем, любознательность моя с самого маленького детства. В школу я пошла в 5 лет. Ну, просто у меня в сентябре день рождения. Потому уже вытерпеть, чтобы мне исполнилось 6, как сейчас детки идут. Или 7, как раньше отдавали в школу. Или даже по некоторым показателям. Либо хотели родители приберечь ребёнка, не нагружать ещё. Вот. Отправляли в 8 обычно. И я такой шпендик, значит, прихожусь. Я не знаю, как это удалось родителям. Я 75-го года выпуска. Представьте, в систему побороть и отправить ребёнка в таком возрасте в маленьком школу. Нормально я училась. Всё мне нравилось. И учителя, и школу я приходила самая первая, пораньше-пораньше, чтобы открыть класс и приготовиться как-то и настроиться. В общем, школу любила я страшно. Только одна была у нас учительница по математике. Она была очень большая, просто рослая, такая крупная. Уже на пенсии у неё такой грубый, хрепловатый голос был. Александра Александровна. И она так громко, звучно это всё проговаривала. И предмет такой же, не самый простенький, математика. Вот мы её боялись и называли, за глаза называли Александр Завр. Вот у неё был внук, учился в нашем же классе. И он один раз, знаете, как свою бабушку ж можно выводить. Он один раз так распсиховал её. А занятия были на первом этаже. И окна большие, такие открытые, что она взяла его за плечи. Тогда мы ходили в школьных формах. Платьица, береднички, а у мальчика биджачки и брючки. И она так взяла его за плечики и выставила через окно. Ну, там, конечно, высоко было, если бы он упал. Но она так наклонилась с окна, поставила его льгонько, не била, не ругала. Просто она не могла уже вытерпеть. Взяла и выставила. За дверью она его сто раз выгоняла, это понятно. И выкинула просто его, потому что все методы воспитательные закончились. Отдельная моя история — это внешкольное образование. У меня диссертация защищена по здоровому образу жизни, но об этом будет в следующей части моей автобиографии. Кружки. Как только звоночек прозвенел с уроков, какая там продленка, все время какие-то кружочки. Даже кружки, которые повторяются. Аэробика, гимнастика, танцы. Работа с природным материалом, какое-то выжигание, фотографирование, пение, хор. А, конечно же, без меня нигде не обходилось. Любимым кружком у меня был, я не вспомню, как он называется, к кружу первой помощи его проводила наша школьная медсестричка. Такая у нее была как нагрузка, что полставки, видно, медсестры, а полставки она с нами занималась. И отправила она один раз нас на конкурс. Подготовила. Там мы учили группы крови, какая кровь там, венозная, капиллярки, и все вот это мы изучали. Неотложная помощь при травмах и так дальше. Ну, представьте себе, этот шпендик, 6 лет, выглядела я как садиковский ребенок, потому что формы школьной не было на меня. Нигде мы искали в области, в столице. То есть мне приходилось что-то шить, перешивать, потому что очень-очень мелкая, худая, и, ну, просто не было таких размеров. Вот. И когда мы вышли там уже в финал, две команды. И подходит такая важная комиссия, я вот так на них смотрю, вот они на меня свысока. И кому ж присудить первое место? Подумали, что это ребенок чей-то. Ну, приехал кто-то на конкурс, и некуда было деть ребенка, взяли с собой. Когда же нет, говорят, это участник коллектива, то есть там сантройки были, три человека, и я была третьим этим участником команды. И говорят, ну так, вот если эта мелюзга покажет, как накладывать шину, значит, мы вам даем первое место. Да, Боже, что там ее накладывать, раз-два прицепила, все, вот такое было первое место. И напоследок такая еще история про бантики. Так как я была вот такой воробушек, манюнечки, и рос, рос, и не вырос, ну, вот я и сейчас не очень высокая. Вот, первый звонок. Конечно, раньше такая была традиция, что мальчик с 10 класса берет девочку на плечо, и она, значит, звоночком звенит, круг проходит. Мама меня приготовила в первом классе, потому что я легенькая, чтобы мальчик не надорвался. Вот, проходим этот круг. Последний звонок тоже я звонила. И когда я вот сидела, высоко-высоко, там уже голова кружилась, то люди, которые внизу далеко так стояли, они говорили, Оксана, сильнее, ну не сильнее, а сил-то же нету, ты маленький, как же ты можешь так сильно, тем звонком, он же тяжелый какой-то, как чугунный. Ну и второй класс. Мамочка на работу побежала, меня на линейку собрала, и прибежала на линейку, там рядышком, больница, школа, клуб, все это было рядышком. Вот, несу я опять этот звонок. Она говорит потом, думаю, Оксаночка, что ж ты мне не сказала, что ты будешь звонить, я бы тебе бантов навязала, а так просто мальвинку сделали, там, с одним бантиком, я бы тебя, ну, как-то подготовила больше, чтобы ты была понарядней. Ну, говорю, я не знала, поискали в первом классе, никого легенького не нашлось, все девочки такие бомбовозики. Пришли, меня взяли, да, я звонила, так и первый, и второй, так и третий класс, друзья. Все, продолжим во второй части.